Христос воскресе! Дорогие телезрители! Сегодня, 26 мая, неделя 4 по Пасхе о Расслабленном, православная церковь совершает память мученика Александра Римского. Святой мученик Александр пострадал за Христа в начале IV века. Он был военным, служил в полку трибуна Тивериана в Риме. Ему шел 18-й год, когда римский император Максимиан Геркул издал приказ, чтобы все граждане в определенный день явились в загородный храм Зевса для принесения жертвы. Трибун Тивериан собрал своих воинов и приказал им идти на это празднество, но юноша Александр, с детства воспитанный в христовой вере, отказался и объявил, что он не будет приносить жертву бесам. Тивериан, боясь за себя, донес императору Максимиану, что в его полку есть воин-христианин. За Александром сразу же были посланы воины. В это время Александр спал. Его разбудил ангел, возвестивший юноше о предстоявшем ему мученическом подвиге и о том, что неотступно пребудет с ним во все время подвига. Когда воины пришли, Александр вышел к ним навстречу. Лицо его сияло таким светом, что воины, взглянув на него, упали на землю. Святой ободрил их и просил выполнить данный им приказ. Представ перед Максимианом, святой Александр смело исповедал свою веру во Христа и отказался кланяться идолам, прибавив еще, что не страшится ни императора, ни его угроз. Император пробовал уговорить юношу обещанием почестей, но Александр остался твердым в своем исповедании и обличал императора и всех язычников. Начались истязания святого мученика, но он мужественно переносил страдания. Максимиан предал святого Александра во власть трибуна Тивериана, посланного императором во Фракию для мучения христиан. Мученика, скованного цепями, повели во Фракию. В это время ангел Господень известил мать святого Александра Пиминею о мученическом подвиге ее сына. Пиминея нашла своего сына в городе Катаргене, где он предстал на суд перед Тиверианом и снова твердо исповедал себя христианину. Его подвергли истязаниям на глазах у матери, а затем связанного повели в дальнейший путь за колесницей Тивериана. Мужественная Пиминея упросила воинов разрешить ей подойти к сыну и воодушевила его к перенесению мук за Христа. Воины удивлялись стойкости святого мученика и говорили друг другу. Велик Бог христианский. Мученику несколько раз являлся ангел, укрепляя его силы. Ночью Тивериану явился грозный ангел с мечом, повелевая трибуну поспешно идти в Византию, так как приблизилось уже время кончины святого мученика. Тивериан продолжал свой путь с поспешностью. В городе Филиппополе Тивериан устроил очередной суд над святым Александром в присутствии собранных по этому случаю городских вельмож. На этом суде святой Александр остался также непоколебимым. Во время своего скорбного пути святой мученик неоднократно подвергался жестоким истязаниям, но укрепляемый Богом перенес все муки и сам подкрепил из немогших от жажды воинов, и спросив у Господа для них источник воды. Во время остановки в пути святой мученик молился под деревом об укреплении его в страданиях. Плоды и листья этого дерева получили целебную силу. У места, называемого Вордаксион, святой вновь встретил свою мать Пемению, которая с рыданием упала к его ногам. Святой мученик сказал ей, «Не плачь, мать моя, утром следующего дня Господь поможет мне окончить подвиг». В городе Тризиперя Тевериан вынес святому смертный приговор. Перед смертью святой мученик благодарил Господа за то, что Господь дал ему силы перенести все многочисленные истязания и принять мученическую кончину. Воин, который должен был исполнить казнь, просил у святого прощения и долго не решался поднять руку с мечом, так как видел ангелов, пришедших за душой мученика. По молитве святого ангелы стали невидимой палачу, и лишь тогда он отсек его, святуя голову. Тело святого было брошено в реку, но его извлекли из воды четыре пса и никого не допускали до тех пор, пока не пришла мать святого Александра Пимения. Она взяла останки своего сына мученика и похоронила их с честью близ реки Ерегоны. У гроба святого Александра сразу стали совершаться исцеления. Вскоре святой мученик явился во сне своей матери, утешил ее и сообщил, что вскоре она переселится в небесные обители. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых, мученицы Гликерии Девы и с нею мученика Ладикия Гераклейского, стража темничного. Праведной Гликерии Девы Новгородской празднуется перенесение мощей преподобно мученика Макария, архимандрита Каневского, игумена Пинского, Переславского чудотворца, святителя Павсикакия, епископа Сенатского, святых Георгия, исповедника супругую Ирину и Чадами, преподобного Ефимия Иверского, святогорца. Празднуется перенесение мощей мученика Авраамия Болгарского, Владимирского чудотворца, праведной Тавифы Иопийской, священномучеников Василия Соколова, Александра Заозерского и Христофора Надежды на Пресвитеров, преподобно мученика Макария Телегина и Ромонаха и мученика Сергия Тихомирова, а также мучеников Черкасских. Всех, кто носит имена святых, прославляемых Церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем Тезаименитства. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето. Воистину, воскресе Христос! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова